В Багучанах старшеклассники на один день взяли бразды правления районом в свои руки. В Зеленогорске начались тренировочные сборы российской женской команды по пожарно-прикладному спорту. В читальном зале библиотеки города Каннска появилась площадка для просмотра фильмов. «Хочу пожелать вам хорошего настроения. Надеюсь, этот день пройдет для вас с пользой. Ни пуха, ни пера». «Молодежь во власти» – это проект, который существует уже на протяжении многих лет и является популярным среди учеников старших классов. В этом году в нем приняли участие 37 человек. Каждый из ребят на протяжении целого дня выполнял важные задания и принимал серьезные решения. «Я, конечно, хочу, чтобы наши дети, наша инициативная молодежь погрузилась во взрослую жизнь. Немножко погрузилась. Немножко, хотя бы на один день взяла на себя, взвалила на свои плечи наши заботы вот эти ежедневные. Потому что, что такое работа администрации, сельских советов, администрации районов, ну, такое, что-то непонятно. А когда люди погружаются, они понимают». С утра на планерке глава района передал брызды правления своему дублеру – 11-класснику Таежненской школы Владимиру Кузнецову. Очень ответственному юноше, который за весь день не дал повода в себе усомниться. Он был достойным заместителем Александра Бахтина. «Груз действительно ответственности очень большой. Тяжело. Не ожидал я, конечно, что будет так. Приходят люди с какими-то задачами, спрашивают у тебя, что нужно делать, как нужно делать. Ты им помогаешь. Не просто ты тут сидишь и думаешь, я главный. Ты должен как-то всем помогать. Ну, если ты главный, значит, ты достойный этого места». За жизнеобеспечение целого района отвечал заместитель главы района 11-классник Виктор Посысоев. На этой должности ему было сложно, но интересно. «Это довольно-таки ответственная профессия. Приходится очень много за чем следить, много за что отвечать. Я сегодня занимался, я ходил в сельсовет, я узнавал насчет электричества, почему не работает в половине села освещение в ночное время. Также я узнавал насчет уборки снега и еще мы сегодня узнавали насчет ледового переправа, как же продвигаются там дела». После рабочего дня на вечерней планерке ребята отчитывались о проделанной работе и затем глава района наградил каждого дублера грамотой. Этот день дал ребятам бесценный опыт и показал изнутри всю сложность работы районной и сельской администрации, Богучанской районной больницы, фонда социального страхования, музеи и библиотеки. День молодежи во власти закончился, но воспоминания остались надолго. Кинозал в библиотеке. Площадка для просмотра фильмов появилась в читальном зале библиотеки имени Чехова. Она получила название «Наша стихия кино». Проект разработали и воплотили в жизнь сотрудники учреждения. Одержав победу в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании», на обустройство кинозала ушло порядка 300 тысяч рублей. Это не только проектор, но и тематическая литература. Сборники о знаменитых актерах, произведениях, по которым сняты фильмы, и даже информация о российских киностудиях. Кинозал – это проект библиографа Светланы Ярошок. Написали мы проект, Каннский видеофестиваль после условия. Ждали долгих результатов. И вот из почти 400 заявок, прошедших, 72 выиграли. И вот мы вошли в это число. Мы будем показывать фильмы участников кинофестиваля. Также непосредственно эти фильмы, которые были сняты в Красноярском крае, будут диспуты, обсуждения именно этих фильмов. Первым зрителям библиотечного кинозала показали фильм 1985 года «Корабль пришельцев», который частично снимался на Каннской земле. А ее жители участвовали в массовке, изображая население под каменной Тунгуски, куда в реальности в начале 20 века упал метеорит. А по фильму приземлился космический корабль. По сюжету картины именно на его поиски и была направлена специальная экспедиция. Наш город для съемок был выбран из-за хорошо развитой военной авиации. А в фильме достаточно сцен полетов. Стать очевидцем всего съемочного процесса москвичей посчастливилось директору Центра технического творчества Сергею Руленко. В районе, наверное, Карабселя поселка, там в полях, ну, изображали, значит, люди наши были, оделись так, как примерно одевались в конце 50-х, начале 60-х годов, и жители, и вот изображали, как бы, жителей поселка Тура, где они готовили и топтали поле аэродрома для того, чтобы оно было похоже на то, как было когда-то вот восстанавливали документальные кадры. На Комаровские пороги ездили для того, чтобы заснять проход по тайге одного из главных героев охотника, который увидел вот этот метеорит, объект. Это снимали на левом берегу Кана. Жив они там. Работу съемочной группы Сергей Руленко снимал на кинокамеру, позже смонтировал свой собственный фильм и показал его на примере картины, которая состоялась в местных кинотеатрах «Космос» и «Восход». Сейчас устаревшая пленка хранится в личном архиве Сергея Анатольевича и в любой момент может быть перенесена на современные носители. Поэтому не исключено, что ее могут включить в репертуар кинозала. Пока же организаторы планируют его работу два раза в месяц. Ближайший сеанс состоится 14 декабря. Это будет уникальный показ, в который войдут фильмы победителей Международного Каннского видеофестиваля этого года. Картины, которые каннцы просто не могли видеть, потому что конкурсная программа проходила в Москве. В Назарова прошел необычный конкурс среди школьников. Восьмиклассники соревновались в профессиональном мастерстве в качестве основы методика Международного чемпионата рабочих специальностей WorldSkills. Для школьников, кто пойдет после девятого класса учиться в техникумы и колледжи, этот конкурс стал хорошей возможностью окунуться в разные специальности и определиться с факультетом. Должен человек понимать, что такое не просто трудовое действие какое-то, а именно рабочий процесс, трудовой процесс. То есть должен от начала до конца выполнить некое задание. Первый подобный конкурс в районе провели в прошлом году. Однако тогда в нем было всего две дисциплины. В этом же году мероприятие гораздо масштабнее. Школьники соревнуются уже в девяти компетенциях. Это сухое строительство, макеты из гипсокартона, слесарное дело, поварское искусство и другое. Увеличилось и количество участников. К сельским школьникам присоединились городские. К нам приехало где-то около 160 детей, школьников. Это говорит о том, что дети проявляют живой интерес к рабочим профессиям и к специальностям. Это очень похвально. В конкурсе приняли участие ученики всех школ города и района. Особо популярны были такие номинации, как автомеханика и сварка. В последней соревновались не только юноши. Восьмиклассница Елена впервые взяла в руки сварочный аппарат и оказалась не хуже своих соперников. Перед тем, как принять участие в состязаниях, школьники в течение месяца приезжали в техникумы, чтобы получить необходимые знания. Ну а сам конкурс школы профессионалов стал своеобразным экзаменом по итогам пройденного материала. Победители в каждой номинации получили подарки. А некоторые из участников уже задумались, а не выбрать ли ту или иную конкурсную профессию в качестве своего будущего. Тренировочные сборы российской женской команды по пожарно-прикладному спорту в Зеленогорске плановые. На протяжении двух недель спортсменки будут вести подготовку к новому сезону в городском манеже. Нагрузка серьезная, по две двухчасовые тренировки в день, утром и вечером. То, что команда тренируется в нашем городе, большое подспорье и для спортсменок из Зеленогорска. В состав этих сборов включены наши девочки городские, города Зеленогорска. У нас в этом году на 17-й год еще три кандидата в сборную команды России. Среди девочек это Костюк Алена, Николаева Дарья и Сахно Екатерина. И вот они в составе этих сборов, то есть с девочками тоже принимают участие. Но это для опыта, для них это будет просто неоценимый опыт. И несмотря на то, что сборная приехала не в полном составе, здесь есть на кого равняться. Алтайская спортсменка Екатерина Гусева, пятикратная чемпионка мира, обладательница рекордов России и мира в отдельных дисциплинах. До этого достаточно успешно выступала в легкой атлетике в беге с барьерами, где выполнила норматив мастера спорта. В пожарно-прикладной спорт перешла в 22 года и не жалеет. Такой вид спорта очень непредсказуемый. Я всегда говорю, что может быть готова нереально, но придешь, а Ленечка, как-то будешь в себе чуть-чуть не уверен, чуть-чуть какой-то доля у тебя, сомнения где-то закроются. И ты можешь просто элементарно не схватить рукава, не попасть в рак, сорваться на штурмовке. Это не потому, что ты не готов, а просто потому, что ты именно эмоционально не справился с этим. Тренер Виктор Клопов знаком с зеленогорским манежем самого его открытия. Возглавляемая им команда Кемеровской области на протяжении двух последних десятков лет регулярно приезжает к нам на сборы, и тому есть причины. Зеленогорская база, по мнению тренера, лучшая на территории Сибири и Дальнего Востока. На протяжении многих лет мы всегда приезжаем сюда и готовимся перед зимним чемпионатом России. Потому что эти девушки, которые сегодня у нас здесь тренируются, они будут выступать на зимнем чемпионате России в городе Рязани, который будет буквально через месяц у нас. А ваша база позволяет именно готовиться к этим стартам. В завершении сборов запланированы контрольные старты их участниц, в которых зеленогорские спортсменки будут выступать наравне с опытными чемпионками. Для наших девушек это хорошая возможность показать свой уровень. Мы учимся, смотря на них, исправляем свои ошибки, стараемся делать все, как они. Это очень большой опыт. Я считаю, что это очень важно в жизни любого спортсмена. Безусловно, хотим сборную. Вот у нас в феврале будет зимний чемпионат России, и мы будем стараться показать себя на высшем уровне, и чтобы потом в дальнейшем попасть в сборную России. Валерий Воднев ожидает от забегов с участием мастеров спорта международного класса и новых рекордов зеленогорского манежа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова